Добрый вечер, в эфире «Вести» Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня отмечают две знаменательные даты – День Карачаево-Черкесии и День 195-летия Черкесии. В республиканской столице состоялась закладка капсулы в основании будущего молодежного центра и церемония возложения цветов к мемориалу вечной славы. Жителей республики Черкеска поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Подробности у Али Баташева. Мемориал вечной славы на площади Победы Черкеска. Чеканяшак первым к нему направляется почетный караул. В Дань памяти воинам-освободителям Великой Отечественной войны проходит торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу. Площадь оглашается троекратным залпом из автоматического оружия. Венки и живые цветы возлагают к памятнику. Юные наследники Великой Победы, а именно ребята из станции юных техников Черкеска, представили свои экспонаты на выставку. Экспериментальная модель 3D-принтера, производящая маски для ковид-госпиталя, реальность сегодняшнего дня убеждают своим примером юные изобретатели Черкеска. Именно здесь, возле большого игрового комплекса Адмиралтейства, появится современное здание Центра молодежного инновационного творчества. Говорили на церемонии. То событие, которое сегодня мы с вами вместе отмечаем, проводим, станет таким толчком развития для нашей молодежи. Молодежи сегодня и органы государственной власти, и власти города Черкеска делают все для того, чтобы наши дети, наша молодежь себя чувствовала гораздо комфортнее, увереннее. Мы строим школы, детские сады, спортивные объекты. В следующем году с открытием этого центра мы предоставим нашей молодежи совершенно принципиально новые, более современные, интересные возможности. За научно-техническим творчеством будущее. И наши дети получат возможность шагнуть в это будущее с практическими знаниями. Дорогие друзья, мы позаботимся также о благоустройстве, прилегающей к центру территории, чтобы молодежи приятно было здесь находиться, проводить свое время и общаться друг с другом. Право заложить капсулу в основании будущего центра инновационного молодежного творчества было предоставлено одному из участников выставки Азамату Тлябичеву. Закладка капсулы – это толчок для развития новой инженерной мысли и реализации молодежных инновационных проектов. Я учусь в седьмой школе, а также посещаю кружок авиамоделирования. Уже три года собираю модели самолетов. И мне очень, я много научился и много узнал. И мне очень приятно, что сегодня такое замечательное событие, как закладка молодежного центра. Свой музыкальный подарок гостям и жителям Карачаева, Черкесии и Черкесии подарили детские творческие коллективы республиканской столицы. Мы Россия! Талантливая и инициативная молодежь способна прославить своими достижениями республику и страну, говорили на мероприятии. О верной своим историческим традициям и память о прошлом своей малой родины позволят стать достойной сменой старшего поколения. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В связи с празднованием Дня Крачаев-Черкесии, сегодня глава республики также вручил почетные звания и награды. Церемония по традиции прошла во Дворце культуры Черкеска на торжественном мероприятии, где чествовали наиболее отличившихся жителей республики, побывала шерифат Лепшокова. В этот день в зале собрались множество людей, внесших неоспоримый вклад в развитие республики. Это были деятели науки, культуры, медицины, представители власти и общественных организаций. Всех их с Днем Крачаева-Черкесии поздравил глава республики. Он поблагодарил собравшихся за труд, а главное за результаты, способствующие развитию республики. Приводится в порядок улицы и населенные пункты. Прокладываются десятки километров автомобильных дорог, газовых магистралей и систем водоснабжения. В этом зале сегодня находятся и те, кто охраняет правопорядок, участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасает жизни и здоровье людей, учит и воспитывает наших детей. Спасибо вам всем за ваш профессионализм, за то, что неравнодушны к судьбе нашей малой родины, Карачаева-Черкесской республики, конечно же, нашей с вами большой, огромной, красивой, любимой стране России. Пожелав всем мир и благополучия, Рашид Тимрезов вручил почетные награды. Первым в зале обладателем ордена за заслуги перед Карачаевой-Черкесией стал труженик тыла Анатолий Гакиев. Большую награду Карачаевой-Черкесии также получили первый заместитель руководителя администрации главы правительства республики Надежда Пивоварова и руководитель общественной организации «Карачаево-Халк» Руслан Хапов. Звания «Заслуженный врач Карачаевой-Черкесии» были присвоены врачу-педиатру Ирине Узденовой и стоматологу Исмаилу Кучкарову. Заслуженными работниками государственной службы стали председатель территориального избиркома Рубского района Сергей Терещенко и глава администрации Прикубанского района Мухаммад Аминчумаев. Ветерану сферы индустрии и туризма Евгению Кудели было присвоено звание заслуженного работника этой отрасли. Поздравляю всех с праздником великим, с нашим Днём Карачаевой-Черкесии. Вы правильно сказали, нет лучшего места на свете, поверьте, я весь мир и весь делал. И сравнить даже не с чем. И сказать, что вот эта награда, у меня и правительственная награда есть, самая высшая награда в моей жизни. Как человек, всю жизнь проработавший в сфере туризма, он не мог не отметить огромные перемены, произошедшие в этой сфере. Евгений Кудели напомнил, что республика всегда славилась своими горными маршрутами. Если их возродить, то можно привлечь еще множество туристов со всей страны. На торжестве почетные звания и награды всего получили около 30 человек, среди которых был известный певец и музыкант Ренат Каримов. Ему присвоили звание заслуженного артиста Карачаева-Черкесии. Это еще больше для меня ответственности, хотя я себя внутри и так считаю человеком, который представляет лицо нашего Кавказа перед всей нашей страной, и не только. А это официальное подтверждение и еще больше ответственности. В завершении торжества глава республики вновь обратился к собравшимся. Дорогие друзья, я еще раз очень искренне хочу вас всех поздравить, всех нас с праздником, с днем рождения нашей республики. Сегодня еще и 195 лет нашей столицы, нашему любимому городу Черкесску. И очень бы хотелось, чтобы мы и дальше вместе делали все для того, чтобы наш родной, любимый край развивался. Шрифер Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии вечером и во второй половине дня местами кратковременные дождь и гроза. В отдельных районах будет сильный дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-15, днем 23-28. В горах ночью до плюс 9, днем до плюс 20. В Черкесии вечером кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 26-28 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Сегодня во всех городах и районах республики открылись социальные, культурные и спортивные объекты. Под символичным названием «Победа» современный физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери сотням мальчишек и девчонок в изжигуте. Это знаменательное событие сегодня отметили в праздничной обстановке. В торжественном открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса принял участие глава республики Рашид Тимрезов. Подробности у Мурата Джанкёзова. Традиционным хлебом с солью и чашей айрана встречают главу республики у ворот комплекса. В приветственном слове Рашид Тимрезов отметил важность и своевременность строительства социально значимых, в том числе спортивных объектов на территории Карачаева-Черкесии. «Политика нашего руководства, руководства нашего государства и лично нашего президента Владимира Владимировича Путина, она, конечно же, выстроена таким образом, чтобы мы каждый день все вместе с вами делали все для того, чтобы наши жители, наши граждане жили лучше. Наши дети могли заниматься в прекрасных спортивных комплексах, иметь возможность доступа к хорошему образованию, здравоохранению, к объектам культуры». Усть-Чегутинский район воспитал немало выдающихся спортсменов. В спортивной копилке района 23 призера чемпионатов и первенств мира, один заслуженный мастер спорта России, 9 мастеров спорта международного класса, 85 мастеров спорта России и СССР, 150 человек стали победителями и призерами чемпионатов страны. Численность воспитанников спортивных школ и секций района составляет более 800 человек. «Я уверен, что вот здесь воспитается небольшое количество чемпионов, победителей. Других вариантов уже у наших детей нету. Тех, которые переступят этот порог быть только победителями и приносить славу не только родному городу, району, родной республике, но и нашей стране». Самые теплые слова были адресованы ветеранам спорта. Они и сегодня продолжают воспитывать сотни мальчишек и девчонок, прививая им лучшие спортивные традиции. «Я хочу выразить слова благодарности нашим ветеранам, ветеранам спорта, которые всю свою жизнь посвятили тому, чтобы наши дети росли крепкими, сильными, здоровыми». Затем Рашид Тимрезов осмотрел универсальную спортивную площадку, которая включает в себя мини-футбольное поле с разметкой для большого тенниса, гандбольную и две баскетбольные площадки. Для юных футболистов глава республики провел небольшой мастер-класс. В этом году в республике построены десятки спортивных площадок, футбольное поле и другие. В общей сложности 40 объектов. А за несколько лет в Карачаево-Черкесии открыли 80 спорт-объектов, в том числе 12 спортивных комплексов. Мурат Шантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. Внушительными темпами в Черкесске с прошлого года началось строительство ясельных корпусов. Сегодня состоялось торжественное открытие одного из них. Он находится на территории детского сада номер 34 «Журавлик». Это первый шаг к тому, чтобы дать возможность мамам малышей выйти на работу, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года. Альбина Ламкова продолжит тему. Открытие ясельного корпуса на территории детского садика «Журавлик» стало радостным событием. Для малышей созданы комфортные и современные условия. На территории ясли просторные беседки, яркие качели, карусели, песочницы и прогулочные дорожки. Территория детского сада «Журавлик» составляет 13 тысяч квадратных метров. А открытие нового корпуса для малышей станет памятным событием, которое останется в истории дошкольного учреждения. Песни, танцы, чтение стихов. Программа торжества была интересна. Главными героями праздника стали дошколята. Они со всей серьезностью отнеслись ко встрече гостей и представлению своих талантов. Ясли построены в рамках национального проекта «Демография». К началу следующего года откроется еще больше ясельных корпусов. И путевку в них получат свыше 600 детей, отметил председатель правительства республики Аслан Озов. Уверен, что строители и власти города постарались на славу, добавив новые решения к типовому проекту. Сделали все возможное, чтобы наши самые маленькие горожане чувствовали себя в стенах детского сада комфортно и уютно. Вас хочу, прежде всего, поздравить с Днем Карачао-Черкесской республики и с Днем города Черкеска, которому в этом году исполняется 195 лет. И я очень рад, что сегодня этот день ознаменован открытием такого прекрасного ясельного корпуса. И вот торжественная передача «Золотого ключа» состоялась. Затем все гости в сопровождении дошколят направились в новое здание на экскурсию. В помещении есть все, чтобы маленьким воспитанникам обеспечить максимальный комфорт. Ясли рассчитаны на детей в возрасте от полутора лет. Количество предусмотренных мест – 80. Здесь есть просторные спальни, игровые, буфетная, колясочная, раздевальная. А также большой зал для музыкальных и физических упражнений на 150 квадратных метров. Очень рады. Большой шанс выйти на работу. То, что немаловажно. Даже главное, наверное, чтобы дома не сидеть. Насчет садика, что хочу сказать. Здесь воспитатели все прекрасные. У меня двое детей старших всегда ходили. Я очень довольна. Живу здесь рядышком. Предварительные списки по дежурным группам уже обозначены. Их будут посещать 20 детей. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаева. Черкесия. Сегодня состоялось открытие объектов во всех городах и районах республики. Съемочная группа «Вести» побывала сегодня в Каменномосте и Эльбургане. Подробности смотрите завтра в наших информационных выпусках. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение фильма «Давай найдем друг друга». Субтитры подогнал «Симон»!